Друзья, всем привет! Сегодня очень интересный ролик на нашем канале, поэтому не забываем комментировать внизу, приступаем к просмотру, реально крутой ролик. И не забываем подписаться, поставить лайк и колокольчик. Приступаем к просмотру нового интересного ролика. Всем привет! И сегодня мы хотим разобрать актуальную на сегодняшний день тему, это собаки в жару. Что же нужно знать и на что обратить внимание? Друзья, сейчас важная информация. Перед тем, как вы начнете смотреть этот ролик, я хочу к вам обратиться. Если вам нравится наш канал и вы хотите помочь в его развитии, вы можете задонатить нам на карту деньги, которые мы потратим на развитие канала, чтобы еще качественнее для вас предоставлять контент. Спускаетесь вниз, номер карты внизу, и спасибо вам за то, что вы помогаете нашему каналу. Все уже заметили, что температура этим летом поднимается до рекордных 40 градусов. И сейчас мы разберем, как уберечь наших питомцев. Давайте сначала разберем, какие собаки входят в зону риска. Это молодые щенки до 5 месяцев, у которых еще не настроен правильный теплообмен. Также это собаки пожилые, потому что там уже есть, возможно, проблемы с сердечно-сосудистой системой. Собаки брахицефалы. Собаки с укороченной мордой, им трудно дышать в нормальную температуру, но в период жары это очень сложно, и им сложно правильно регулировать температуру тела. Это собаки с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Это собаки темного окраса, так они быстрее нагреваются на солнце. Гладкошерстные собаки, как и мой ассистент сегодня, американский булли-бутс, они также склонны к быстрому перегреву, потому что гладкая шерсть не создает достаточные воздушные прослойки для правильного теплообмена тела, и они также нагреваются очень быстро. Стоит отметить пушистые породы, независимо от роста и веса. Такие породы нужно тщательно вычесывать, потому что их шерсть создает естественную природную воздушную прослойку, которая дает возможность организму правильно настраивать температуру. Не стоит забывать, что есть представители любой породы с пушистым шерстным покровом. Не вычесывайте, шерсть забивается, и создаются колтуны, которые не дают возможности вот этой вот воздушной прослойки, которая непосредственно правильно регулирует температуру тела, работать. Поэтому собачек мы вычесываем. Но очень важное правило. В жару пушистые породы мы не стрижем. Почему этого нельзя делать? Потому что длина шерсти в любых породах – это их, скажем так, генетикой выработанное правило теплообмена. Если мы его нарушаем искусственным путем, то собаке сложно настроиться на правильную температуру, и мы просто заставляем организм собаки неправильно работать. Этот человек думает, что уменьшив собаке шерсть стрижкой, собачке становится проще дышать, и ей становится не так жарко. Но на самом деле нет. Очень много в интернете примеров с использованием тепловизора, где наглядно показана температура тела у собаки в шерсти и также после ее стрижки. Не забывайте о правильном весе собаки. Ожирение, лишний вес – это доп. нагрузка на сердце, которая заставляет сердце работать быстрее и работать не над охлаждением мышечной ткани, а над охлаждением жировой ткани. Поэтому очень важно отметить, что собака должна быть в нормальной кондиции, потому что лишний вес никому здоровья не принес. И мы собаку в этот период не перекармливаем. Очень много собак в период жиры отказываются от еды. Это на самом деле нормально, но кормить собак следует либо рано утром, либо поздно вечером, если собака вообще отказывается от пищи. Если же ваша собака находится на натуральном питании, и после приема пищи она не доела еду, выбрасывайте эту порцию, потому что собака может получить расстройство, и вы уже будете лечить собаку. Это никому не нужно. Что же нельзя делать с собакой в жару? Так как мы интуитивно хотим помочь собаке, мы сразу думаем, что ее нужно окунуть в холодную воду, ее нужно облить водой, ей будет так проще. Мохнатую собаку нужно намочить очень быстро, и чтобы она постоянно находилась в воде. На самом деле это заблуждение, потому что очень резкий перепад температуры никому не принес пользу. Если же я иду с собакой в водоем купаться, я целенаправленно хочу, чтобы собака моя скупалась, я не заставляю собаку бежать быстро и сразу же окунуться с головой в воду. Потому что, опять же повторюсь, резкий перепад температуры никому пользу не принес. Что же нужно делать в этом случае? Если я иду с собакой купаться, моя собака должна привыкнуть к температуре. Я завожу собаку, скажем так, намочить лапки, и потом постепенно, постепенно, постепенно даю собаке возможность уже полноценно искупаться. Обливать собаку также не нужно, потому что резкий перепад температуры не приносит пользы. У собаки может появиться элементарные судороги, так же, как и у человека, поэтому не стоит об этом забывать. Мочить собаке голову, корпус, спину, обматывать ее какими-то тряпками, полотенцами, какими-то, не знаю, изделиями. Очень много людей это практикует, но это также является неправильно. Почему? Потому что нагревается. Если намочить гладкошерстную собаку, кожа очень быстро нагревается, и вплоть до температуры кожи. А если же намочить пушистую собаку конкретным обливанием, подшерсток очень долго сохнет, и он не создает той воздушной прослойки, которая помогает собаке быстрее прийти в нормальную температуру тела. Нельзя поить собак ледяной водой, а также нельзя делать ледяные компрессы, потому что резкий перепад температуры очень плохо влияет на организм. Итак, давайте теперь разберем, как же помочь собаке в жару и на что обратить внимание. Первое. Мы выбираем время прогулки. Это раннее утро и поздний вечер, чтобы еще была утренняя и вечерняя прохлада, и собака могла спокойно погулять и заняться всеми своими активностями. Обязательно на прогулку мы берем воду для собаки, а также для себя, не забываем. Если же собаке мало активности в этот период времени, то выбирайте новые маршруты, занимайтесь поисковыми играми, которые смогут нагрузить собаку ментально, и в баланс привести, в принципе, нагрузку для собаки. Покрытие маршрута, где вы гуляете, также имеет очень важную роль. Мы не забываем, что нельзя гулять с собакой по раскаленному асфальту, либо же плитке, которая может обжечь собаке подушечки лап. И это очень частое явление, поэтому выбирайте песок, выбирайте траву, выбирайте какой-то отсев, чтобы собака не повредила подушечки лап. Если у вас очень мохнатая собака, не забывайте ее вычесывать, ей так будет намного проще гулять и гулять с удовольствием. Если у вас собака очень плохо переносит жару, она очень быстро перегревается, либо же она находится в зоне риска, А стоит рассмотреть такую амуницию, как попона, охлаждающая для собаки. Их существует очень много видов, есть разные разновидности. Нужно правильно подобрать попону конкретно под вашу собаку, но на самом деле они очень круто спасают от жары и от перегрева, особенно если эта собака находится в каком-то постоянном тренинге, и она просто не может без физических нагрузок попона спасать любых собак от перегрева. В школе до собак Дредд мы предлагаем обучение с проживанием, и вы можете совместить приятное с полезным. Первые две недели присутствие владельцев не обязательно, вы можете спокойно отдыхать, пока ваш питомец будет проходить обучение в нашей школе. И когда вы приедете после отпуска, вы также проходите обучение, и в конце вы уже отдохнувшие и с воспитанной собакой. А также у нас есть услуга трансфера, и мы можем забрать вашу собаку к нам в школу с любой точки Украины. Также, если вы гуляете с собакой в период жары, обратите внимание на вашу амуницию, а конкретно на намордник. Избегайте нейлоновых намордников и намордники, в которых собака плохо дышит, в которых собака неправильно дышит. Это отдельная тема, как подобрать намордник правильно. Небольшое такое предложение, когда собака в наморднике должна нормально открывать пасть и нормально в нем дышать. Также, если вы ездите в машине в период очень высокой температуры, не забываем главное правило, что собаку нельзя оставлять в машине без присмотра, с закрытыми стеклами, без кондиционера, без присмотра, еще раз повторюсь. Машина отогревается практически в два раза быстрее, и если за окном температура 20 градусов, то в машине может быть все 40. Очень много людей используют охлаждающие коврики, их также есть различные разновидности. Я не люблю коврики, которые нужно смачивать перед использованием. Самый простой пример, если же вы лежите на мокром каком-то покрывале, это не самые приятные ощущения. Думаю, собака испытывает точно такие же. Есть коврики со специальным наполнителем, которые не дают собаке перегреться. Вот так выглядит охлаждающий коврик. Они из различного размера. Их не нужно смачивать перед использованием. Собака может выбрать, хочет ли она лежать на нем, либо не хочет. Когда вы кладете в бокс охлаждающий коврик, он не должен занимать всю нижнюю часть бокса. Почему? Потому что собака должна самостоятельно выбрать, хочет ли она лежать в нем полностью, либо же она вообще на нем не хочет лежать. Поэтому я даю своей собаке право выбора. Данный коврик размером 90 на 60 сантиметров, и его стоимость приблизительно 20 долларов. Вот там, где я касаюсь коврика, я чувствую легкую прохладу. Это не так, как очень резкий перепад температуры. Я чувствую небольшой холод. Я бы сама себе такое, наверное, взяла. А если же нужно с собакой гулять в жару, это должны быть небольшие короткие прогулки. Только вывезти в туалет и обратно домой. Не забываем ходить по траве, по нераскаленному асфальту. Это очень важно. Наш оператор вот уже как бы лег на охлаждающий коврик. Я думаю, он так будет постоянно теперь работать. Также хочу отметить, что если вы хотите, чтобы ваша собака искупалась в водоеме, не забывайте, что не все собаки умеют плавать. И очень много собак в панике начинает бить передними лапами по воде. Это не значит, что собака плывет. Собака просто пытается выбраться. И, скорее всего, это как паническая атака, в которой собака может захлебнуться, в которой собака может получить шок. И это ничем хорошим не закончится. На этом мы заканчиваем наш ролик. Надеемся, что вам была полезна данная информация. Делитесь в комментариях. Возможно, вы чем-то другим спасаетесь от жары. Возможно, у вас есть какие-то рекомендации из личного опыта. Обязательно пишите в комментариях. Нам будет очень интересно их прочитать. С вами была инструктор школы для собак Тоня и американский Булли Буц. До новых встреч! Ролик подошел к концу. Пишите о своих впечатлениях. И до новых встреч! С вами, как всегда, была школа для собак Дредд. Собаку обучать это легко. До новых встреч!